Не секрет, что во время полномасштабной войны, которую Путин начал на украинской земле, разные подвиды войск Российской Федерации существуют на поле боя. Вот непосредственно вы сталкиваетесь с так называемыми чмобиками, со срочниками. Враг бросает против вас кадровые войска. Это хорошо подготовленные войска. Что можете сказать, с кем приходится иметь дело на поле боя вам? Вкратце, там сборная солянка разномастная от частей прикрытия низкой квалификации, наподобие мобилизованных местной новоявленной террорабороны, до отрядов «Шторм-Зет» с понятной мотивацией, до элитнейших подразделений, наподобие второй бригады спецназа. Работаем. Как я часто говорю своим бойцам, ребята, если дядя полковник спецназа с 20-летним стажем в армии, его наша мина разрывает точно так же, как мобика. Так что не надо бояться, надо грамотно работать. Тезарь, скажите, пожалуйста, а как изменилась тактика, как изменилось вооружение врага со времен ваших предыдущих рейдов? Они учли какие-то свои ошибки, скажем так? Враг или враг действует по своей шаблонной накатанной схеме? У них есть классические прорехи в системе управления, разведки, связи. Но противник наращивает логистику, наращивает производство и использование FPV-дронов. Он массированно нас атакует ими. Противник, как вы видите, завоевал господство в небе, к сожалению, из-за лялой позиции наших западных партнеров, которые не поставляют нам средства ПО. Напомню, что те, кто говорят, что Европа никому ничего не должна, или США, очень сильно должны. В 1991 году они под гарантией безопасности и территориальной ценности Украины способствовали разоружению Украины, но свои обязательства не выполнили. Поэтому они должны поставлять средства ПО для защиты мирных городов и прикрытия войск. К сожалению, да, господство противника авиации сейчас подавляющее, мы это чувствуем. Это его основная ударная сила. Да, противник учится, но, тем не менее, мы уже слышим начинающийся скрип путинского военного механизма. Сейчас после нелегитимных выборов он считает, что развяжет себе руки и начнет заталкивать в армию новое пушечное мясо. Вспоминаем 1917 год. Нежелание солдат воевать непонятно где и непонятно за что. И вполне понятно их желание не поличь где-то под Орловкой в посадке, да, непонятно за что. А повернуть штыки и наказать тех, кто его туда погнал. Поверьте, это будет, это вопрос времени. Верим. И вы знаете, Цезарь, мы сейчас говорили про российских военных. Хотелось бы более детально остановиться на моменте с российскими пленными. Что именно хочется узнать? Вот вообще в целом, что это за люди? В каком они состоянии пребывают? Их можно назвать вот этими самыми фанатиками Путина, которые отдали бы и, возможно, на самом деле отдали свой голос за российского диктатора? Вот когда с ними общаешься, условно говоря, с глазу на глаз, приходилось ли слышать какие-то слова о том, что эти люди действительно поддерживают Путина, что они поддерживают его политику? Одним словом, что это за люди? И бывали ли случаи того, что представители российской армии изъявляли желание присоединиться к вам? Да, такие случаи бывали, но у нас принципиальная позиция. Мы не берем в свои ряды тех, кто пришел в Украину с оружием убивать. Когда мы перенесем боевые действия полномасштабно на территорию нашей Родины, у нас не будет вопросов к нашим соотечественникам. Любой, который не пришел в Украину убивать, любой, кто не замазан в военных преступлениях, сможет очистить свою совесть, послужить своей Родине, смести этот проклятый режим. Ну а с теми, кто пришел убивать, разговор у нас очень простой. Для нас вы военные преступники, для нас вы убийцы. Вам нет места в наших рядах. Действительно так, военные преступники, убийцы. Вот мы в Украине за 10 лет войны прекрасно знаем цену тем самым российским преступникам. И сколько горя они принесли на независимую украинскую землю. Так что полностью разделяем вашу позицию. Субтитры создавал DimaTorzok